День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткове. Ну вот только буквально недавно мы говорили о новых ограничениях, которые, может быть, появятся в нашей жизни, но тем не менее вот жизнь сама продолжается, и пока вот есть еще возможность посещать какие-то интересные мероприятия. Я думаю, стоит этим воспользоваться, посмотреть вот программку. И у нас на радио идет программа «Кто куда», которая тоже ориентирует как бы в событиях этого культурной жизни. И уже не первый год в Риге и в Юрмале, кстати, проходит Rudens Camera Musicas Festival, фестиваль камерной музыки осенней, который радует поклонников классической, академической музыки, но и не только. И рассказать об этом фестивале, может быть, познакомиться с какими-то самыми интересными мероприятиями во фестиваль, который уже начался. Мы попросили продюсера Rudens Camera Musicas Festival, Байбу Куркнец, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Что уже состоялось и что в ближайшее время? На что стоит обратить внимание в ближайшие дни? Да, фестиваль начался в воскресенье в зале «Дзинтеры» с концертом струнного квартета «Белча». И на этой неделе мы продолжаем. На этой неделе четыре концерта. Сегодня, четверг, пятницу и субботу. В этом году фестиваль очень такой компактный. Пять концертов всего и в одну неделю. Ну вот. И сегодня вечером программа в Малой Гильдии, программа Моцарта. И будет выступать наша выдающая скрипачка Винета Сареика. Винета Сареика, которая тоже первая скрипка всемирно известного струнного квартета «Артемис». Но сегодня она будет выступать с пианисткой, французской пианисткой Амадейна Саварии. И они будут играть сонатой Моцарта. В прошлом году они записали эти сонаты в компакт-диск. И, ну, можно сказать, что сегодня этот концерт будет и концерт, и открытие компакт-диска в Латвии, в Рике. И я думаю, что музыка Моцарта – это жизнерадостная, чистая, динамичная. Она очень-очень нам всем нужна в это время. Это трудное время. И это, я думаю, это очень-очень помогает. А можно будет тогда приобрести диск, может быть, после концерта, те люди, которые заинтересуются? Да, да. Это, возможно, будет приобрести диски и получить подпись в ИНЭПе и пианистке. Так что это тоже возможно будет, да. Ну, и потом, четверг, пятницу, программа, которую предлагает хор Латвийского радио. И программа, которая называется концерт-выставка «Бархатно-зелёный». И в центре этой программы музыка Яниса Иванова, произведение, которое называется «Вокализы». Песни без слов, в принципе. Да, но интересно то, что Янис Иванов был композитором, который чувствовал, слышал музыку в красках. И потому мы выбрали место происхождения этого концерта в музее современного искусства «Зузеум». И потому название концерт-выставка, потому что концерт будет происходить в выставочном зале, где выставлено искусство, и хор как бы входит в этот выставочный зал с такими звуковыми глазами. Картинами? Ну, звуковыми картинами, которых создал композитор, который чувствует музыку в красках. Интересно. И у него была своя палитра, и каждому звуку отвечает какая-то краска. И звук «Соль бемоль» — это бархатно-зелёный. И нам очень понравилось, что вот зелёный — это краска жизни, с одной стороны. С другой стороны, бархат — очень приятный материал. И потому вот название этой программы «Бархатно-зелёный». И, как фестиваль заканчивается в субботу, в большой гильдии, будет выступать камерный оркестр «Симфонета Рига», вместе с крепичом из Германии, Флориан Донгерер. И это будет такая классическая романтическая программа с музыкой Хайдена и с музыкой Шуберта в программе. И я понимаю, что это тоже очень интересный редкий гость, который не так часто бывает в Латвии. Я имею в виду того, кто будет выступать. Вы думаете, в субботу? Нет, я имею в виду, что с симфонетой Рига, вот Флориан Донгерер. Флориан Донгерер. Он концертмейстер в Германии очень известного оркестра «Дойче Камеркилормоне и Бремен». И он тоже, у него свой струнный квартет, он тоже первая скрипка струнного квартета. И так можно говорить, что он, ну, такой настоящий камерный музыкант. И он в этой программе тоже, он будет и концертмейстером, он будет сидеть у первого пульта, и он тоже будет и солистом. И так что мы уже, оркестр уже начал репетиции вчера, и так оркестр готовится к концерту, который будет происходить в субботу. Тоже такое достаточно уникальное событие, любопытно. Что, насколько сложно вот организовать такого рода мероприятие, когда артисты из разных стран собираются вместе в рамках одного фестиваля, учитывая, ну, и сейчас вот все сложности передвижения, ограничения. Ну, да, во время пандемии это довольно трудно, но мы делаем, и мы должны были. Немножко менять программу, потому что некоторые артисты не смогли приехать. Но, в принципе, можно сказать так, если у музыканта имеется паспорт вакцинации, в таком смысле это не проблема. Но проблема иногда с полетами. Ну, например, квартет Белджи, который открыл фестиваль, в последний момент Air Baltic отменил полет из Варшавы воскресеньем утра. И это значило, что они играли в субботу концерт в Варшаве, и это, ну, проблема, как прилетать в Ригу, если концерт в шесть вечера. И они согласились, что они не будут летать, а ехать на машине. Десять часов на машине из Варшавы. Это 900 километров. Я однажды проехал, дважды даже туда и обратно. Мне хватило впечатлений на всю жизнь. Это действительно геройство. И еще после этого концерт. И потом это концерт, да, с корабля на бал, как сказать, да. Именно, именно, да. И выдающийся концерт, ну, да, такова жизнь, такова сейчас жизнь. А, к слову говоря, об ограничениях с билетом надо, к билету нужно приложить что, там, QR-код обязательно или свежий тест, или какие правила у вас? Правила таковы, это, ну, как так называемый зеленый концерт. Это значит, что концерт можно посетить те слушатели, у кого паспорт вакцинации или переболевшие. Да, и это проверяет у входа в концертных залах. Так что, да. Ваши фестивали проходят с 93-го года. Можно ли сказать, что этот год самый сложный или прошлый год был самым сложным? Я бы сказала, что прошлый год был более сложным, потому что не было вакцины и потому что это был довольно-довольно сложный. В этом году, я бы сказала, мы в каком-то смысле привыкли к этим трудностям и то, что, ну, может и всякое меняться в последний момент, и нужно реагировать. И, так сказать, это организация, фестиваль, это, ну, просто такой мгновенную реакцию на ситуацию. Требует такой реакции. И еще, получается, импровизация. То, что вполне себе музыкальный термин. Да, 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 это импровизация. Надо быть все время на чеку. Насколько зрители, аудитория, вот они нуждаются в такого рода концертах? Нет ли опасения, что люди, которые долгое время сидели дома, в локдауне, вот не пропадает ли желание посещать концерты? Или наоборот, возрастает? Я бы не сказала, что пропадает. Люди, которые приходили на концерты перед пандемией, они очень хотят посещать концерты, которые в живом, не через компьютер, а в живом, слушать музыку. Потому что, и особо важно, я думаю, это для камерной музыки. Это искусство близкой дистанции. И так важно, чтобы люди встречались, музыканты, и эта энергия между музыкантами и слушателем, чтобы она, как бы, ну, мы чувствовали ее. И потому это очень-очень важно, чтобы слушатели... Да, а насколько вот живое звучание действительно важно для камерной музыки? То есть вот именно то, что это не запись, это не трансляция, это живой звук? Ну, не только для камерной музыки, это всегда очень важно, потому что в записи невозможно перенести эту энергетику концерта, эту атмосферу, которая чувствуется в воздухе. Это невозможно перенести. Возможно, перенести очень качественный звук и очень качественный, ну, как, биода? Ну, картинку, да. Да, но эту энергию, которую, эту невозможно перенести. И потому вот этот живой концерт, это очень-очень такой особенный. А как составляется программа? То есть предлагают ли сами музыканты произведения, или вы, может быть, высказываете свои пожелания, чтобы... Что, чтобы прозвучало в программе, в фестивале? Ну, знаете, и так, и так. Ну, в принципе, можно сказать, что это фестиваль, в котором в центре самые музыканты. Ну, и я приглашаю, вот, я хочу тот или тот каменный состав, и это такой процесс, совместный процесс, когда мы обсуждаем, какая будет программа. Иногда у меня какие-то идеи, иногда у музыкантам они предлагают какие-то идеи. Ну, например, сегодняшний концерт «Сонаты Моцарта» для Вина Тесарека, ну, мне написало, вот, что у нее этот новый компакт-диск выходит, и что было бы хорошо, ну, и делать в связи этим концерт. Я говорю, ну, конечно, всегда, всегда рада это, ну, включить в программу фестиваль. Так что это такой совместный процесс, довольно долгий процесс, ну, например, в этот момент у меня, в принципе, уже готова программа следующего фестиваля. Потому что, ну, если мы хотим пригласить на фестиваль таких всемирно известных музыкантов, все надо планировать, потому что у них и другие концерты. И так что это... Надеемся, что все сложится удачно, конечно же. Да. А вот если говорить о всемирно известных музыкантах, насколько для музыкантов действительно это время пандемии было сложным, поскольку вот мы часто слышим, ну, жалобы музыкантов на то, что им приходится проявлять просто выдержку и силу воли для того, чтобы не терять форму. Из-за отсутствия концертов приходится постоянно репетировать как бы дома, но вот без аудитории, чтобы просто не потерять эту форму. Да, да, это был очень-очень трудный процесс, и можно сказать, не было разницы, ты всемирно известный или ты не так-то известный музыкант. У всех те же самые проблемы, да, как быть в форме, потому что, знаете, музыкант очень важно, что ты готовишься, и потом ты идешь и играешь концерт. Но если нет концертов, для чего ты готовишься, да, это тоже такой процесс, ты не можешь только готовиться, 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 и ничего не происходит. Так что это, ну, два последних года, это очень-очень, ну, такие сложные для всех музыкантов. Будет ли продолжена вот эта практика концертов, организация концертов в помещениях художественных галерей, как вот сейчас концерт-выставка 7-го и 8-го числа? Извините, я не помню. Вот продолжится ли такая же вот практика концертов в помещениях не концертного зала, а вот на как зузеум, вот выставочный зал, где будет и картины, и какая-то, и концерт. Ну, знаете, в мире это очень популярно, что в музеях искусства и бывают концерты, например, в Париже в музее Орсе или музее Лоур, да, это очень, как бы, ну, популярно. И можно сказать, что этот концерт, как бы, такой эксперимент в зузеум, и, как говорил руководитель хора-радио Сигвард Слява, ну, я не могу ответить на этот вопрос, или это, ну, после этого концерта мы поймем, что вот концерты в зузеум мы будем продолжать, или, может быть, мы будем искать и смотреть какое-то другое место, которое не концертный зал, но, ну, знаете, в это время тоже это очень так, ну, стильнее выйти из концертного зала и делать концерт в каких-то, ну, других помещениях, которые не концертный зал. Это интересно и, безусловно, стоит эксперимента, конечно. Да, но я бы сказала, у меня такое чувство, что в зузеум концерты будут продолжаться, потому что это такое, очень открытое помещение, открытое в таком смысле, что она очень современная, и там и музыканты, и посетители, и слушатели очень хорошо себя чувствуют, но я думаю, что по стилю мышления это очень открытое место, и потому, ну, мне очень это место нравится. Так что приглашаю всех, и этот концерт мы делаем в сотрудничестве с музеем-зузеум. Продюсер Руденс Камер Музыка с фестивалем Байба Корпнец нам рассказала о самом фестивале. Спасибо вам большое и удачи. Спасибо и удачи, успеха и в этом, и в следующем году, и как можно больше мировых звезд, и наших исполнителей, и больше, больше, больше слушателей. Всего доброго. До свидания. Спасибо.